Хирург не должен сидеть в тюрьме. Так звучала тема доклада, который первым прозвучал на съезде хирургов Центрального федерального округа России. Такой съезд проходит впервые и юридический аспект работы специалистов данного профиля далеко не самая важная проблема, которая будет обсуждаться ведущими хирургами страны. Вопросы, которые планируются затронуть за три дня работы съезда, обширна. Но главная цель, которую ставят перед собой участники и организаторы, донести до коллег на местах основные положения, обсуждаемые на общероссийских мероприятиях. Основной, наверное, задачей, как мне кажется, стоит такая. У нас появилась инициатива разработки национальной стратегии развития хирургии во всей стране. И вот сегодня мы это обкатаем, в кавычках, на примере Центрального округа и сделаем следующий шаг уже к составлению национального проекта для всей страны. Первый съезд хирургов Центрального федерального округа носит не только теоретический, но и практический характер. В период работы съезда на базе Вивария РязГМО пройдет российско-японский симпозиум «Современные принципы лапароскопической хирургии», в ходе которого состоится онлайн-трансляция из операционной и мастер-класса, направленная на повышение образовательного уровня практикующих врачей. На базе Рязанского государственного медицинского университета здесь очень, в общем-то, одна из самых перспективных школ симуляционной хирургии продвинута. Должен сказать, что здесь будут представлены вживую оперативные вмешательства новых современных технологий, которые представят наши ведущие профессора. И все это вживую делегаты, нашего съезда, смогут увидеть на экране, где будут проходить уже оперативные вмешательства с привлечением и освоением новых технологий, которые посмотрят наши молодые хирурги и, естественно, загорятся желанием тоже делать так же мастерски, как это делают их учителя. Участие в первом съезде хирургов принимает более 600 специалистов. География мероприятия обширна, от Калининграда до Байкала. И не случайно площадкой для проведения выбрали именно Рязанский медицинский университет. В следующем году РязГМО отпразднует свое 75-летие. За эти годы в стенах высшего учебного заведения была подготовлена целая плеяда специалистов высокого класса, в том числе и в хирургии. И это уникальная возможность соединения образования, науки и практики. Наверное, обучающиеся вуза смогут увидеть изнутри профессию хирурга, потому что каждый из них стоит перед выбором специализации своей. И вот этот трехдневный форум, возможность общаться с знаменитыми хирургами России и увидеть изнутри эту профессию. День открытия съезда специалисты со всей страны получили возможность ознакомиться с новейшим медицинским оборудованием, которое используется на сегодняшний день в хирургии. На выставке были представлены различные аппараты и тренажеры. Были среди них и такие, которые моделируют рабочую полость при лапароскопических операциях. Все это наглядно иллюстрирует прогресс в медицинской области и, безусловно, несет практическую пользу. Ведь конференции призваны оценить степень развития и оказать содействие в широком внедрении в клиническую практику современных технологий. Напомним, работа первого съезда хирургов Центрального федерального округа продлится в течение трех дней на базе Рязанского медицинского университета.